Ребят, всем привет! Мы вышли на улицу, у нас сегодня выходной. Василиса убежала вперед, пытаюсь ее приучить, чтобы она когда уходит куда-то что-то говорила, но пока что это бесполезно. То есть мы хотим побежать, мы побежали. Мы хотим побежать из дома, мы убегали, оделись и побежали. Мама там озирается, ищет ее не в памяти. Да, у нас что-то дождь натянула, она нужна на почту, я ей еще обещала на аттракционы в парк Толстого, но судя по небу, наверное, вряд ли. Еще собирались сегодня в светофор на дополнитель Маруси. В общем, все будет весело. Вон она. Прыгает. А, Василиса! Да, так и пошел дождь. Начался дождь, поэтому в парк мы не попадаем, но вот мы около почты тут есть круглый сквер и тут фонтан. Мы все время к нему ходим. В последнее время все время свадьба. Мы как-то все по субботу и все время натыкаемся на свадьбу. Тут очень много свадеб. Очень здорово. Фонтан никто не выключает во время дождя. Это все красоты. Да, очень классно. Мне нравится. Он был такой убогий, а сейчас его сделали такой красивый. Здесь елка зимой стоит. Смотри, класс. Да? Да. Он ходит тут сразу на море. Ну, нет. Что с прививками? В общем, пока что наши молчат. Мы, в общем-то, не настаиваем. Все, кто переживал, спасибо большое за поддержку. Пока что, да, пока что никто ничего не говорит. Было у них какое-то совещание. Единственное, что мы нас обязали в понедельник, ну как обязали, опять же по желанию, сдать не ПЦР-тест, а тест на антитела. Вот нам будут приезжать прямо на работе люди, прямо на работу приедут. Мы сдадим этот тест и уже будем смотреть. Но пока что нам ничего не озвучивают. Я все-таки надеюсь, что мы обойдемся малой кровью. Очень надеюсь, потому что я, конечно, не планирую делать никакие прививки. Спасибо большое за заботу, но нет. Единственную прививку я бы, может быть, которую сделала, это вакцина Кобивак, которой нигде нету. Она была сделана в ограниченном количестве. Но ее почему-то не делают. Делают этот спутник. Я не готова к спутнику. Василиса вон стоит на фонтане, ей нравится. Надо до почты наконец дойти. Вон любуется ребенок. Беззаботное детство. И старая! Вот, 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 вот. Судяки пытаются запутить лодочку. Она не плывет. Одна. Тут это нас. Здесь сейчас здесь. Вот так, пойдемте. Сели мы, лофтокус. У нас дождь, морение, еще надо рекомендовать в округе всего района, можно смотреть достопримечательность. Да, фокусируют на стекле, надо бы наморозить. Приехали мы, ребята, к маяку. Первое изменение в том, что здесь поменялись установки, то есть установка теперь раньше. А вот здесь, вот по этой улице, не знаю, как она называется, но установка теперь поближе. Идем теперь туда вперед. Не знаю, просто вышли пораньше, потому что не знаю, есть ли там дальше остановка. Мы вроде дождались, хотя я как-то понимаю, что строят лестницу. Это будет прям подарок, если это так. Ну а пока что мы своими старыми путями. Василиса уже искатала, походу. Возможно, это действительно будет лестница. Тут, кстати, откуда-то взялся асфальт. Раньше его, мне кажется, не было. Или он был засыпан просто песком. Ну, вряд ли это новый. Хотя наши умеют строить даже новые дороги так, как будто они пережили Великую Отечественную. Вот, например, здесь этот микрорайон, путевка до него. Есть микрорайон, не помню, как он называется, пятый микрорайон, что ли. Вот там дороги внутри дворов, внутри новых дворов. Выглядят примерно так же, как и эта штука. Ну, пока что она сухая, по крайней мере, не упала, не упадем. Ну вот, может, это лестница, ребята. Было бы очень круто, если бы это была лестница. Хотя, может, какая-нибудь ливнёшка, не знаю. Потому что в прошлом году часть вот этого перехода, она обрушалась из-за дождя. Может быть, в этом году тоже самое случилось, не знаю. Вот здесь есть, кстати, арен. А я только купила. 5,7 килограммов за 426 рублей. Здесь всё как всегда. Куча всего, куча людей. Куча людей. Вот это нам не надо. Вот такой вот детский шампунь. Василиса в книжках. О! Это исторический живот. О, смотри, какой космос классный. Ну, игрушки, Василис, мы не будем покупать, у нас уже и так. Игрушки не вылезают ни в одно место в квартире. Ха-ха-ха. Чемодан в виде кого-то. Ух ты, смотри, какой робот. Динозавр-конструктор. Его можно, наверное, разобрать, что ли? Это левецкий. О, пингвин. Большой. Вот это. Не знаю. Что там? Что там? Не знаю. Вон авокадо. Как тебя кто-то носит в садике, помнишь? У них авокадо кто-то носит в садике. Клюшки. Клюшевые игрушки. Окей, все 80 рублей. Да, какие-то очень крутые новые энциклопедии. Вот «Опасные профессии» мне понравилось. Акулы. Про акул. Василис, смотри, книга про акул. Только исключительно про акул. Здорово. Дай вы, какой голос, смотри. Будем читать. Ты будешь мне читать на ночь? Что это? Это третий класс. Так. В третьем классе дети уже сами читают. Мне вот «Опасные профессии» понравилось. Акулы. Давай вот эту книжечку очень понравилась. Ты не знаешь. Половина профессии. Короче, здесь есть наполнитель этот. Он стоит 121 рубль, но он здесь 5,5 килограммов. Я в прошлый раз покупала, по-моему, за 156,12 килограммов. Так что все дорожает, товарищи. Ну, в общем, пока мы набрали мыло, прокладки какие-то я нашла дешевые и наполнитель. Больше пока ничего не купили. А мы идем в морозилку. Нет, мы еще идем не в морозилку, мы и тут идем тихонечко. Давай сюда. Так, гель для душа. Да, 89 рублей есть. Кокосик. Herbal Essences. Вау, понюхай. Мне в маске все понятно сразу. Это что такое? Шампунь. Дрожжик эфирный. Мыло в мыле. Гель для душа, вон, такую штучку. Веселись, ей надо все понюхать. Вкусно пахнет. Хочу на Бали очень. Ха-ха-ха. Класс. Я тоже хочу. Купить. А смотри, как называется. Прочитай. Маруся. 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 Ладно, пошли в продукты. Куча разных приправ. Тут, кстати, было маги в прошлый раз, что-то сейчас нету. Здесь так добавно получается, Василиса что-нибудь не тянет, в этот раз принесла вату. Говорит, давай вату возьмем. Я говорю, сколько стоит? И нигде нет ценников нужно. Василиса, иди сюда, пожалуйста. Пошли. Ничего подобного нет? Угу. Ну, чего-то прикольное. Пошли. 110 рублей. Кстати, недорого, 250 грамм. Ух ты! Несклип. Сколько стоит? Есть на него ценник? Нет, это не на него. Он, наверное, не здесь вообще лежит, Василиса. Он, видишь, один. Где он лежит, ты смотри. Вот. Ну, кстати, недорого. Несклип. 239 рублей. Большая пачка. Причем нам такая большая пачка? Ну, по большому счету мы приехали только за наполнителем, поэтому мы пойдем в холодильник, Василиса сильно охота. О, смотри, какие большие кукурузные палочки. А сколько они стоят? Вон, 60 рублей. Ну, возьмешь большие себе? Угу. Будешь нести только сама? Угу. Точно? Угу. Ну, бери. Она легкая. Ну, конечно. Клади в корзину пока. Ну, нести по городу. Я вот и понесу. Понесешь? Угу. Ладно, давай. Ну, да. Ну, вот в холодильник мы зашли. 250 рублей сосиски. Они в магазинах дорога действительно стоят. Угу. Мацарелла 50. Норманно. Мацарелла 50. Угу. Сыр. Команальдина. Угу. Скорбет. Угу. Угу. Очень красивая вот посудка детская есть в Ланиндоне, но тоже без цены, а мы ищем, знаете что, мы покупали здесь вазочку, они очень долго здесь продавались, классные, но бабочка у нас разбила крышечку, вот типа такой, только с крышечкой были, вот сейчас поищем. Мне понравилась такая тарелка, классная, конфетница этой нету, как обычно, именно нужна с крышкой, потому что кладем туда варенье, короче, как обычно, то что надо, этого нету. Ну пойдем еще там посмотрим, вдруг там есть. Ну вот ты представляешь, какие классные горшки большие, смотри, для такого размера, мне кажется, недорого. Тут пластик только. В общем, да, у нас по этой, ворвалась крышечка, поломалась крышечка, осталась только мисточка с вами. Ну это да, это, все понятно. Кухня дачная, класс. А что интересно, это за поле, какая-то тысяча кухня дачная. Интересно, да? Вот, это столешница, ЛДСП. Смотрите, какая классная штука. Это трехлитровый сокосодержащий напиток, вишня. Есть мультифрукт. Может, мы не потянем отсюда сок, Василис. Смотри, банановый. Давай банановый возьмем. Или вон персиковый, смотри. Ну что, ребята, выползли мы из маяка. Василиса с огромной упаковкой своих кукурузных палок. С пакетом пакетов. Говорит, что ей... Василиса, отойди. Говорит, что ей очень тяжело и притворяется ущемленной в правах. Ну что, я вспоминаю, как мы с родителями ездили тогда еще в 90-е годы, когда ездить было нечего тотально. На север к родственникам и везли оттуда по 25 коробок. Входь до картошки. И все это тянули на себе. Даже, я помню, останавливались на... Отойди, Василис, машинка едет. Налево. Даже, я помню, вот останавливается у нас двое детей, куча сумок, и мы слили вот так вот, как эстафетой. То есть, один стоит со всеми сумками, другой стоит посередине пути. Все это носит. Третьему на... Ну, как бы, в третьей точке. Короче, это было очень смешно. Конечно, это было очень дико. А теперь вот ребенок не хочет помогать. даже своей кукурузной палочкой. Не смотря на всю тяжелую судьбину и на всю тяжесть, которую мы несем с собой, особенно я, мы лезем в гору. Нам было мам ходить. Ну, короче, лезем. Не знаю, если я сейчас упаду, это будет здорово. Нет, я вроде долезла. Ура! Ура! Почти долезла. Все, осталось дождаться транспорта. Ух! Класс! Ага! Ну и тяжелуха! Ага! Василиса вчера в садике потеряла сережку. Первую сережку, которую потеряли в нашей семье. Потому что даже я сережек не теряла. И я решила... У нее были такие обычные. Я решила ей надеть такие гвоздики с бриллиантиками. Подарила ей бабушка Вера. Серебро позолоченное с бриллиантами. Вставка. Махонькие такие крошечки. Но они с закрутками. Поэтому я надеюсь, что она их не потеряет. Вот. Будем переодевать сейчас. Вот такие пусеты. Классные. Да. Они на закрутке. Поэтому не потеряются точно. Так что Василиса теперь модная. С сережками с бриллиантами. Она боится. Мы с Василисой вытащили Марусю на улицу. Василиса думает, что она как собачка будет с ней бегать. Маруся боится ужасно. Марусь. Ну что? Страшно тебе, да, малышка? Ну пойдем на травку. Спасибо. Кошли. Ну ты на травку иди. Что ты? Подожди. Налегла. Типа земля. Оно... Василис, не кричи. Ай, толка. Вот где травка, посади ее. Вот здесь? Да. Мне нравится травка. Софи, не трогай ее, Софи. Убери хвост. Тут, тут, где. А вот. Ну пусть походит. Сейчас, подожди. Уберем. Мирно. Мирно. Давай посмотрим, что она будет делать, когда она. Давай чуть-чуть посмотрим. Она должна привыкнуть. Она должна понять, что мы ее не хотим выбросить. Мы ее хотим погулять. Она рассматривает. Вот у тети Ани, она же гуляет с котиком. Котик у нее привык гулять. Мои тоже без палатка привыкли. Они только гуляют на месте. Мариша тоже. Пойдем туда, Машилис, пошли туда. Марусь, Марусь, Марусь. Ну пошли ножками, не бойся. Долага. Не страшно. Тихо, тихо, держи, а то он сбежит. Я уже взяла. Давай, дай мне, дай мне. Пошли, Марусь. Не надо. Пойдем, пойдем. Марусь, ногами. Здесь тоже можно ходить. Прикинь, тут ноги ходят. Смотри, можно нормально себе ходить, как все нормальные кошки. Что, у тебя ноги отказали? Она ходит. Ну смотри, как интересно. Что она у меня есть, котлет? Много всего. Это, София, нет, не создавай такую истерику. А я играл. Знаешь, София, мы погружились с твоей Алисой. Василиса, она сейчас еще соображает, что случилось. Алиса не уедет. Углать. Почему? Маруся. Нет, нет, нет. Маруся. Досунет к бабайчику, хочет съесть его. Марусь. Марусь. Маруся. Маруся, привет. Бедная Маруся. Боится. Зачем меня вынесли? Я так хорошо вела себя дома. Вот, Марусь, вот так вот, прикинь. Кошки живут на улице. Без хозяев. Прикинь как. Это бездомные кошки, Маруся. Маруся, пошли. Пойдем. Маруся. Новая забота у нас. Теперь с Марусей гулять мы решили. Это вообще. Мама как будто больше заботы у меня не было, только с Марусями гулять. Бедная Маруся. Всего боится. Ее вот они тут еще пристали. со своими приколами, взрослые. Сейчас я маску надену. Пойдем купим морковку. Василиса любит морковку. Мы ее чуть не купили, что не забыли. Ну, пойдем купим. А если Маруся продать? Бед, ее кто-то купит коммуна. Тихо. Миша. Маруся покупатель. Маруся покупатель. Бедная. Привет. Смотрите. Редактор субтитров А.Семкин